Глава «Раскаявшийся грешник». Подзаголовок. История Липы Боруха. Много лет назад, еще до того, как в соседних местечках узнали что-либо о хасидах и хасидизме, был в горках раввин по имени Раби Нахман Ицхок, славившийся своей гениальностью. Он руководил ешивой, в которой было всего 20 учащихся, отличающихся исключительными способностями и прилежностью. Среди этих учеников был юноша по имени Липа Борух, знавший наизусть несколько трактатов Талмуда с комментариями Раши и Тософот. К тому же он был очень набожен. Он учился в этой ешиве до самой свадьбы. Сватом его был сам горковский раввин. Липа Борух стал зятем богатого арендатора Раби Цадока Илеля, который арендовал помещичью усадьбу Рутепка. Этот Цадок Илель был человеком грамотным, но его добрые дела превзошли его ученость. Помимо Рутепки, он арендовал также и другие помещичьи хозяйства. Со своей страны он сам отдавал в аренду реки и озера этих хозяйств, а также мельницы и корчмы, обеспечивая многих евреев источниками заработков. Он не обижал своих арендаторов, а оказавшихся в стесненном положении, бывало, и вовсе освобождал от арендной платы. Поэтому все благословляли Репца Дока Илеля за его доброту. И он действительно был благословен не только богатством, но и хорошими славными детьми, сыновьями и дочерьми. Как и подобает еврею-благотворителю, арендатор щедро поддерживал Яшиву в горках и был, почитаем, раввином и рожь Яшивой. Само собой разумеется, что если Раби Нахман Ицхок рекомендовал своего ученика Липу Боруха в зятья, Раби Цадоку Илелю, это означало, что юноша заслужил быть зятем такого богатого и всеми уважаемого человека. Раби Нахман Ицхок сосватал почти всех детей богатого арендатора. Без него арендатор шагу не делал. По совету Раби Нахмана Ицхока арендатор обещал Липе Боруху шесть лет содержания. В течение этих шести лет Липа Борух сидел в рутепке и с большим прилежанием продолжал заниматься Торой. Благодаря красивой наружности, общительности и добросердечности он стал любимцем жителей округи. Наезжавшие в поместье знатоки Талмуда имели с кем побеседовать по вопросам Торы. Тестью и теще это доставляло огромную радость. Помимо всех этих качеств Липа Борух был также музыкален. Его напевы пленяли сердца. Но он был и не без недостатков. Он сильно завидовал тем, которые хоть чем-либо выделялись. И любил прихвостнуть. Это оказывало на него и хорошее влияние, заставляя еще прилежнее изучать Талмуд, чтобы не быть превзойденным кем-либо в этой области. И делал он это демонстративно, с тем, чтобы заслужить всеобщую хвалу. Зависть постоянно съедала его. В конце концов, от нее страдало все его существо. В то время, как Липа Борух был занят учебой, братья его жены помогали отцу в его делах. Старший сын арендатора обезжал помещичьи имения и отчитывался за дела, являясь представителем отца перед помещиками. За эти знакомства с помещиками Липа Борух ему и позавидовал. Когда окончили собусловленные шесть лет содержания у тестя, горковский раввин посоветовал ему занять должность раввина в одном из местечек. Тесть был готов и дальше держать зятя на своем иждивении, лишь бы он продолжал учебу. Но Липа Борух решил взяться за коммерцию. Он попросил тестя передать ему одно из его владений или предоставить работу в его делах. Рабица Дик Илель выбрал одно из своих владений и передал его зятю. Оказалось, что Липа Борух и в дело годится. Он научился польскому языку и получил доступ к помещикам, которых стал часто навещать, так же, как и они его. Поскольку у Липы Боруха были служащие евреи внутри владений и несколько соседей евреев, он построил у себя синагогу и уделял время учебе. Духовный уровень помещиков в те времена был весьма низким. Как старики, так и молодежь проводили свои дни, а то и ночи напролет в гулянках, предаваясь пьянству и картам. Благодаря музыкальности Липы Боруха помещики стали приглашать его на свои празднества или заявлялись к нему проводить время и слушать его песни. Понятно, что чем дальше, тем больше нееврейских мотивов оказывалось в его репертуаре. Липа Борух научился также играть на скрипке. Это еще больше открыло перед ним двери помещичьих усадеб. Если проводишь время среди таких никчемных людей, пьяниц и кутил, то постепенно начинаешь и сам равняться на них. Духовный уровень Липы Боруха начал снижаться, пока он окончательно не сбился с пути праведного. В материальном же отношении Липа Борух продолжал преуспевать. Когда обладаешь большим богатством и имеешь дело с помещиками-пропойцами, то становишься как бы одним из них. Теперь у Липы Боруха разыгралась его беспредельная зависть и желание отличиться. Почему бы ему не жить, как живут помещики, а может и перещеголять их? Они разъезжают в каретах, значит и ему следует разъезжать в карете. И именно лошадьми цугом и с еще большим блеском и парадностью, чем богатейшие помещики. Одеваться он начал так же лучше и красивее соседей помещиков. Затем он начал украшать свой дом, превращенный им чуть ли не в рыцарский замок. Весь образ жизни в замке был на помещичьей лад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok